В Наринмаре сегодня завершила свою работу двухдневная педагогическая конференция. В этом году она собрала более 600 участников из самых отдаленных уголков Неницкого округа. Главная тема симпозиума – стратегические ориентиры в образовании. Уже известно, данную сферу в регионе будут развивать в рамках одноименного национального проекта. Это целый комплекс федеральных программ, одна из них – современная школа. Так, в ближайшее время власти планируют построить сразу несколько образовательных учреждений, среди прочих детский сад в селе Несь, школы в поселках Индига и Искатели, а также Наринмаре. Репортаж Александры Литковой. Торжественное открытие конференции прошло в концертном зале Дворца культуры Арктика. С приветственным словом к педагогам обратился первый вице-губернатор округа Юрий Мурадов. От имени главы региона он поблагодарил учителей за нелегкий труд в воспитании нового поколения. Сфера образования всегда будет оставаться одним из основных приоритетов развития и региона, и страны. Мы хотим, чтобы наши дети выросли грамотными, хорошо обученными, воспитанными, добрыми, умели добиваться своих целей и выдающихся результатов. И это они смогут сделать благодаря вашей кропотливой работе. В работе, которую часто вам приходится выполнять в достаточно тяжелых и климатических, и, скажем, прямо бытовых условиях. Поэтому мы отдельно благодарны вам за этот тяжелый труд, уважаемые педагоги и учителя. С приветственным словом во время открытия симпозиума выступил и председатель окружного парламента Анатолий Мянгин. Бесспорно, что образование в округе меняется к лучшему. Есть серьезные достижения в этой сфере. Строятся новые современные школы и детские сады, не только в городе, но и в селе. Укрепляется материальная техническая база образовательных учреждений. Повышается профессиональный уровень работников образования. В рамках открытия конференции действующим работникам образования и ветеранам педагогического труда по традиции вручили почетные грамоты и благодарственные письма администрации округа и собрания депутатов, а также ведомственные награды Министерства образования. Рабочая часть программы педконференции стартовала в актовом зале 4-й школы. Перед руководителями образовательных учреждений региона выступила уполномоченная по правам ребенка в Ненецком округе Римма Галушина. Дети из себя представляют то, что мы в них воспитали, правильно? Поэтому во всех детских проблемах виноваты кто? Взрослые. Поэтому, конечно же, надо в каждой конкретной ситуации мы разбираемся. И в первую очередь, конечно же, здесь, даже если вот такие конфликты где-то вспихивают или в какой-то образовательной организации отдельно взятой, то мы, конечно, смотрим, чем они обусловлены. И пытаемся действительно решить вот ту проблему, от которой это все идет, от которой это все зависит. Основная тема ее доклада посвящена защите прав детей с ограниченными возможностями здоровья. Омбудсмен предложил профильному департаменту организовать для таких ребят специальные группы наполняемостью до пяти человек. Это необходимо для того, чтобы юные жители региона наравне со всеми могли посещать детские сады и школы. Я опять подниму те вопросы, которые меня очень волнуют. Это обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно получение качественного образования на всех его ступенях, начиная с дошкольного. Что касается национального проекта образования, который входит в майские указы президента, то он включает в себя несколько федеральных программ. Уже на их основе формируются региональные проекты. Это современная школа, успех каждого ребенка, современные родители, цифровая среда, учитель будущего, молодые профессионалы, новые возможности для каждого и социальная активность. В рамках этих федеральных проектов мы создаем свои региональные проекты. И уже первые наметки мы сделали, информацию в Министерство просвещения отправили. К сожалению, пока нет утвержденного паспорта нацпроекта образования. Я думаю, что он в ближайшее время появится, потому что все субъекты Российской Федерации должны разработать свои региональные проекты до 1 октября 2018 года. До этого времени департаменту предстоит установить целевые показатели и предусмотреть финансирование. Например, в рамках проекта «Современная школа» в округе продолжится строительство образовательных учреждений. В частности, в Наринмаре, в поселках Нельминос, Искателей, Интига, в селе Несь. Также до конца года будет создан спортивный комплекс в Амдерме. Для детей с двух месяцев до трех лет в Наринмаре планируют возвести ясли на 60 мест. Говоря о тенденциях в образовании в целом, Илья Иванкин отметил повышение его качества. В прошлом году мы заняли третье место по стране по уровню организации единого государственного экзамена. В этом году Рособорнадзор осуществлял тестирование качества данных выпускных проверочных работ. И по достоверности оценок мы тоже вошли в тройку субъектов Российской Федерации. У нас не было ни одной школы, которую бы признали, что они сдают выпускные квалификационные работы с оценками, которые завышены. Августовская конференция педагогических работников проводится в регионе ежегодно в преддверии Дня знаний. По словам организаторов, симпозиум – прекрасная возможность обсудить планы на предстоящий учебный год, обменяться опытом и понять, с какими проблемами сегодня сталкивается образование в округе. У нас накопился достаточный опыт родительских инициатив, у нас действуют общественные организации. Насколько все вместе мы можем выполнить задачи по духовно-нравственному воспитанию, но и, собственно говоря, поднять статус педагога. Потому что можно говорить только словами, педагог должен иметь очень высокий статус. А давайте родительские комитеты поднимать это. Давайте рассматривать вместе вопросы досуга, вопросы занятости детей, вопросы летние. И, в конце концов, пусть и директор отчитывается, например, какие новшества прошли за летние по ремонту. Чем больше у нас будет единомышленников, тем больше будет у нас друзей, а значит и качество оценки образовательной системы инициативного автономного округа будет повышаться. Завершился первый рабочий день конференции с совещанием профильного департамента с руководителями учебных заведений. Сегодня же состоялись педагогические чтения, работа которых проходила по 11 тематическим секциям. На них обсуждали инновационные образовательные практики и основные направления деятельности на предстоящий учебный год. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Антон Годряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...